Если говорить о том, что происходит в России, еще так же интересно, наблюдаем, и сейчас наблюдаем, что пишут особенно так называемые военкоры, пропагандисты. Вот один из пророссийских каналов пишет, пишу и потом хоть всемирный потоп. Путин, очень достали твои договорники, устала хоронить парней. Ты не просто президент, ты главнокомандующий, выбирать я тебя не буду. Не оправдал надежд, пусть тебя выбирает олигархат, за который стоишь, а я за пацанов. Такой немаленький телеграм-канал, там много подписчиков. Можно ли делать какой-то вывод сегодня, несмотря на эти все, пусть небольшие, но митинги матерей мобилизованных, что зет-патриоты, участие в так называемом СВО сегодня оглашают такой себе Димаш Путину перед выборами? Да, это можно. Это очень большая штука, потому что это все линия. Это маленький звоночек, но если бы он был один, то можно было бы на него наплевать. Как вы правильно сказали, у этого канала там, я не знаю, сколько там, 400, 700 подписчиков, может даже больше, может миллионы. Ну вот, то есть, в принципе, это какое-то средство массовой информации, это раз. И потом, до этого был Пригожин, которого убили. Потом посадили Гиркина, который занимался тем самым, он говорил абсолютно слово в слово вот все, что пишет этот самый зет-патриот. А дальше после него был генерал Попов, а после него был генерал Теплинский, а после него было еще куча народа. И на самом деле, людей, которые недовольны Путиным, вот мы всегда считаем, что люди, которые недовольны Путиным, это вот обязательно вот люди вроде меня, там, западники, которые там, я не знаю, там, на деньги Госдепа, которых, кстати, у меня нету. Я жду все время звонка в дверь, когда мне этот самый Госдеп принесет мои чемоданы с миллионами. Вот, они что-то мне несут и не несут, гады. Вот, мне надо будет это самое связаться с Москвой, кстати, пусть они мне дадут координаты тех, кто мне платит миллионы в Госдепартаменте. Ну вот, или там во французском МИДе, или там во французском Министерстве обороны. Но, это, конечно, звоночек, причем это очень серьезный звоночек, потому что это очередной звоночек. И если бы он был один с этой стороны, это бы еще бог с ним. Такой корреспондент тоже не один. Они тоже, там есть люди, которые постоянно критикуют Путина и которые им очень недовольны. Но они недовольны по-другому. Они говорят, Путин, ты плохой вонокомандующий, ты говнокомандующий, потому что украинцев надо бить не так, их надо забросать всех ядреными бомбами. И потом, значит, так сказать, то есть они экстремисты, правые экстремисты, нацисты, которые считают, что вас вообще надо всех уничтожить. Вот как там, я не знаю, там, кослагеря наделать и там по миллиону штук в месяц вас сжигать в печах. Вот. И этим они недовольны в отношении Путина. Но когда им недовольны из другого лагеря, и когда на самом деле довольны к Путинам, на самом деле нет никого. Пригожин, кстати, в этом смысле открыл дорожку, он им всем показал. Вот смотрите, 23-24 июня я вышел против этого Путина. Ну и где вы, ребята, которые его защищаете? Ну-ка, 82%, которые, это самое, лягут сейчас вот штабелями прямо перед нашей колонной, выстроятся и лягут костями и не пропустят нас, супостатов, значит, бедного нашего несчастного Путина там где-то в Москве убивать. Не было ни одного человека. То есть и тогда все поняли, что у Путина вообще ноль поддержки. Вот. А сейчас идут выборы. Вот Надеждин тут же образовался, да, с его очередями. 200 тысяч человек пришло в очередях. Он сам не ожидал, он сам спрашивал, ребята, а вы по какому поводу? Они говорят, ну вообще там один десятый, десятый, только один десятый человек в этих очередях, это вот, знаете, человек, который знает Надеждин, читал его программу, что-то там поддерживает. А девять десятых это против Путина. Им без разницы за кого выставлять. Просто вот первый человек, который скажет, я против Путина, и которого допустят до выборов, значит, они готовы за него голосовать. Поэтому, кстати, его сейчас они допускают. И поэтому, кстати, все это дело опасно, потому что, вот, ну, допустим, не допустили они Надеждина. Но мы же видим, что на самом деле недовольство Путиным-то оно, в общем, диффузно, оно растворено во всем обществе. И у Путина никакой поддержки нету. И были бы настоящие выборы, от него бы рожек и ножек бы не было, не осталось бы. Он даже до сдачи подписей бы не дошел, потому что Путин сказал, 3 миллиона подписей мне собрали. Кто тебе собрал, мальчик? А ну-ка, покажи нам подписи. Да, а это тебе эти самые губернаторы административным ресурсом в школах, библиотеках, в больницах чиновники тебе, значит, государственные и бюджетники собирали. А где у тебя очереди, когда они собирали? Почему у тебя мы ни одной очереди не видели? Вот за это, кстати, Надеждина сейчас они все ненавидят, потому что он всем им показал, что все их очереди, вернее, все их подписи, они все дутые. Вот у него одного только реальные очереди были, ни у кого другого не было, ни у кого другого не было, вообще ни у кого. Да, это очень интересный вопрос, но сейчас уже там думают, да, регистрировать его или нет. Нет, что ж, будем наблюдать, но я так понимаю, что ответ уже очевиден, и что не будет возможности этого человека брать участие в так называемых пусть, да, но выборах. Как Путин готовится к выборам? Анастасия, вот это правильно, я с вами согласен, что, скорее всего, не зарегистрируют, но если Путин думает, и ЦИК думает, и путинские люди вокруг него, что они таким образом решили проблему, то они очень сильно заблуждаются. Это для них была единственная надежда, на самом деле, выйти живыми, вот для Путина, выйти живым из вообще вот всей истории, которую он заварил. Потому что Надеждин, это была единственная возможность мирно Путину оставить власть. Если он не допускает Надеждина, то следующий вариант Путина, а Путина обязательно отстранят когда-нибудь, это будет ему охранник выстрелить ему в голову, или ему подсыпет новичок куда-нибудь, или начнутся бунты по всей России. То есть вот последняя надежда Путина, вы будете смеяться, это Надеждина, это последняя надежда Путина, остаться живым и поехать там отдыхать, вот хотя бы там в Карелию, на свой этот самый новый замок, который у него там обнаружился на прошлой неделе. Путина, которая, как мы видим, наверное, умирает сегодня, тем не менее, Путин готовится, готовится к выборам, и вот пишет генерал СВР, и дальше я наведу слова других СМИ, то, что, скорее всего, это правда, пишет, что двойник Путина дал большое интервью скандально знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону, получилось забавно, пишет, ждем, что останется после монтажа. Есть предположение, что останется едва ли половина заказчик, российская сторона, им решать. Также вот пишет РИА Новости, что автомобиль, на котором предположительно перемещается по Москве журналист Такер Карлсон, выехал из администрации президента РФ. Американцы в Москве, пишут сегодня все СМИ российские. Как думаете, что мы увидим в этом интервью, и зачем сегодня, главное, Путину давать интервью, пусть трамписту, пусть тому, кто сегодня так же, наверное, к нему не будет прислушиваться сегодня в западном мире, и что больше всего хотел бы Путин передать сегодня через журналиста? Нет, вот я здесь с вами поспорю по поводу того, что к нему не будет прислушиваться западный мир. Путину это интервью чрезвычайно важно, и именно американцу. Именно американцу. И это, кстати, доказывает вот всем тем Z-корреспондентам, и они правильно делают, что они критикуют Путина, что Путин полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. Что бы Путин ни говорил, это было известно всем. С экономической точки зрения, я это разъясняю там 20 лет, устал даже разъяснять, что Российская Федерация живет исключительно за счет продажи за границу своих природных ресурсов. Если за граница не будет покупать российских ресурсов, то у Путина не будет ничего, будет нищая страна, не на что будет даже сортиры строить. Даже сталинские сортиры на улице не на что будет строить. Вот, и поэтому он полностью зависит. А когда они заработали деньги на продажи, на распродажи российских ресурсов, то на вырученные деньги половину Путин ворует со своими дружками, или там две трети. Ну, треть он ворует, треть он выделяет на оборону, и на ракеты, и на танки, которые, кстати, тоже разворовываются, потому что на самом деле ничего не делается. А треть он отдает на социалку, на что бы функционировал этот самый бюджет. Но, опять же, на вырученные деньги покупается за границей все то, что Россия сама производить не может. Поэтому Путин абсолютно зависит от заграницы, и прежде всего от западного мира. И вот когда западный мир ушел, то теперь он попытался переброситься к китайцам, но у китайцев тоже фигню надо, дерьмо какое-то покупают. Но покупали грузовиков, которые все начинают гнить, все ржавые приходят уже из Китая. Первый мороз грянул, минус 30, они все встали, потому что они не умеют работать. Такие Китай вообще теплая страна и почти субтропическая страна. И вот там у них морозы бывают только на севере и в горах, высоко в горах, а в остальных местах у них чай растет. Ну вот, и на самом деле это интервью, это интервью, конечно, потешит Путина, потому что ему приятно, что вот такой известный когда-то, кстати, журналист, потому что его же уволили с Фокса, то есть у него теперь нет своей программы. Вот, и это, так сказать, возможность обоим отомстить их обидчикам. Путину показать, что вот видите, ко мне американцы ездят, а этому самому Калсену, который живет на крыше, который уже не живет на Фоксе, вот, который приехал в Россию, ему надо показать, что вот вы меня уволили, а я вот видите, какой крутой я у Путина могу взять интервью, возьмите меня обратно. Вот, и с другой стороны, это, конечно, обращение к трампистам, обращение к трампистам, но не только к ним, потому что таких трампистов у нас во Франции Марина Люпен такая же трампистка, у нас какой-нибудь там Рик Зимур такой же трампист, и у нас таких трампистов, кстати, во Франции, ну, процентов там 40, наверное, есть, спокойно совершенно. В Германии такие же трамписты есть, я уж не говорю там про эту самую, как она называется, Венгрию там и прочие всякие такие страны. То есть, на самом деле, это важное интервью, и я вам должен сказать, увы, это пропагандистский прорыв Путина, что бы он ни сказал, потому что картинку, ведь зрители, вот, даже наши передачи, вы знаете, это меня, кстати, ужасно раздражает, но это реальность такая, да, потому что, вот, допустим, Анастасия, мы с вами пишем, допустим, передачу полчаса, люди слушают 10 минут, 10 минут слушают, потом уходят, и, то есть, вот, средний человек слушает 10 минут из полчаса, и поэтому вот это интервью Путина, если оно там будет там полтора часа, его послушают тоже минут 15, но картинка останется, точно так же, как вот этот самый Надеждин пришел Ксюша Собчак, ну, вот, я как эксперт вынужден был выслушать все это дело час 50, да, путинские интервью, я уже честно говорю, что я их не могу слушать до конца, потому что это просто неинтересно, вот, но картинка останется, и эту картинку ее будут видеть, и она, в общем, Путин таким образом помогает Трампу в его предвыборной кампании, это вот не открыто, не явно, больше того, даже завуалировано, потому что вроде как этот самый Такер, он такой, хоть и трампист, но как бы неофициальный, потому что с Фокса все-таки его уволили, да, типа, значит, его не берут на официальные каналы поддержки Трампа, вот, и плюс Путин, это картинка для вот наших Марин Ле Пен, там, и так далее, то есть, на самом деле, конечно, это, к сожалению, я вам должен сказать, это прорыв пропагандистки Путина довольно, довольно объемный, причем это не зависит абсолютно, нет, ни от чего, ни от того, что он там скажет, ни что его Такер этот самый спросит, ни что Путин ему ответит, потому что это никому, на самом деле, не очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok